При Карпатии уже более года студенты учатся в полуразрушенном здании. Один из корпусов Коломыского экономико-правового колледжа обвалился еще в мае прошлого года, и на днях там произошло новое обрушение. Тем не менее, занятия не отменили. Кто и почему подвергает жизни детей опасности, выясняли наши корреспонденты. Ирина с однокурсниками готовится к выпускному. Вальс студенты репетируют прямо на тротуаре у здания колледжа. На данный момент готовим номер до выпускного, нашего выпускного. Сталась у нас такая беда, не жаль, актовый зал завалился, но мы можем что-то готовить. ЧП в колледже произошло в мае прошлого года. Тогда во время занятия обвалилась часть фасада здания и перекрытие трех этажей. Чудом никто не пострадал. После этого учебный процесс прекратился, но уже через несколько месяцев его возобновили. По словам директора, разрешение на это дала экспертная комиссия. За год никаких ремонтных работ в колледже не проводили, а на днях произошел новый обвал. Рухнуло перекрытие крыши в том же месте, что и в прошлом году. После очередного ЧП мэр Коломы собрал комиссию. То, что сейчас происходит там, оно загрожает жизнью людей. Комиссия одноголосно приняла решение прекратить учение в данном закладе до тех пор, пока не заберутся последствия этого обвала. Но учебное заведение работает в обычном режиме. Первокурсник Владислав спешит на зачет. А вам директор не побережал, что тут не можно в этом колледже проходить учение? Ну, не было такого. Не побережу. Дозволили, я сказал, что у него есть дозволы на учение. Директор колледжа уверяет, никакой опасности для студентов нет. Но вот правоохранители говорят, занятия директор должен был остановить. Комиссия однозначно, есть заборонить учение. Однако, руководитель не принял какую-то экспертизу, экспертизу. Играет, что в этом учении, в частине начального заклада, могут дети учиться. Я вижу эту экспертизу, которую ему дали приватные инспекторами. И он убегал, действительно входил все замурованые. Почему произошел первый обвал, полиции не установили. Когда начнутся восстановительные работы, директор колледжа не знает. Говорит, на все нужно минимум 6 миллионов гривен. Выделить средства должно Министерство образования, ведь учебные заведения государственные. Богдан Журавель, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...